Долганина Ольга Андреевна Специально синдром Адели не является психическим заболеванием, но некоторые психиатры выделяют его как тяжелую степень эротомании. Это состояние, когда один человек убежден, что очень сильно любит другого, хотя другой человек может даже не знать о существовании первого. Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, если вы заметили, что ваша влюбленность перетекает в нездоровый интерес. Первое. Постоянные мысли о человеке. Теряется интерес ко всему происходящему вокруг. Иногда отказ ходить на работу или учебу, общаться с близкими или друзьями. Второе. Это потеря контроля над своими действиями, которое может выражаться в навязчивости, сильной ревности или даже преследовании человека. Третье. Сильная эмоциональная зависимость. Когда ваше настроение и самочувствие напрямую зависят от настроения и действия объекта вашей влюбленности. И заключительное. Отказ от своих предпочтений и интересов. Ощущение постоянного стресса и тревоги. Потеря аппетита, бессонница, неряшливый внешний вид, попытка шантажа по отношению к возлюбленному. Можно ли справиться с синдромом Адели? Синдромом Адели. Возобновите общение с родными и близкими. Спланируйте совместные мероприятия или отдых. И обязательно обратитесь к специалисту. Когнитивно-поведенческая терапия поможет разработать стратегию и справиться с навязчивым состоянием. И, пожалуйста, помните, влюбленность — это прекрасное чувство, если оно не начинает контролировать всю вашу жизнь.